Ребята, всем привет! 11 декабря 2021 года было открытое судебное заседание по Максиму, по нашему другу. Мы, соответственно, туда приехали. Нас не пустили. Мы очень долго стояли на морозе. Нам никто не открыл. Мы так и не смогли зайти на судебное заседание. На нас вызвали Росгвардию, сотрудников полиции. Без всяких веских причин нас забрали в отдел полиции на выяснение личности. Хотя они могли попросить документы на месте. И на месте составить какие-то либо протоколы, если в чем-то мы обвиняемся. С нас просто взяли тупо объяснительное. Не пояснили, ни протокол задержания не предоставили. Вообще ничего. Происходит полный кошмар. Что происходит, люди? Объясните мне, пожалуйста. Не забываем подписываться на канал, писать комментарии и ставить пальцы вверх. Бори за свои права. Вместе мы сила. Печка, допуск представителям здания судебного заседания. Они закрыли двери на клюшку. Это тройки. Это фашизм. Это преступление. Происходит открытое заседание. Потому что четыре человека пытаются попасть. И он, видимо, испугался на жал. Я не знаю. Он от нас? Он к нам не сбугался. Мы такие же предложения, заявления. Нам никаких не выбирался. Держи. Покиньте, пожалуйста, территорию. Почему? Ну, в каком основном тут наплатишься? Сейчас в отдел приедем, все будем объяснять. Андрей, где ты там веришь? Нет. Мы не согласны ехать в отдел. У нас работа. Есть режим работы. А вот, давайте вот красную кнопочку нажмем. Сработает ли красная кнопочка? Что, может, мы в патрульную машину сядем? Погреемся? Пошли в патрульную машину сядем, погреемся. Нас не пускают помещения. Так пойдем в патрульную машину. Ты все? У вас тут хоть черпенька. Там можно вообще слиться на чехол? У меня руки замерзли. Разве ты думаешь, что мы замерзли? На улице же не вместе с мальчиком. Сейчас я его вон стою. И дети тут, конечно, надо было... Аккуратней, пожалуйста. Это мягкое. Блин, как я замерзли. Давайте что-то сделаем так. Уважаемый, вы можете печечку включить, пожалуйста? Замерзли просто. Очень сильно замерзли. Все? Добрый день. Скажите, кто старший по званию у вас? Замначальник уголовного розыска подполковник Губин. Вы понимаете, что происходит? Сейчас в отдел проедем, все будем объяснять. Ну, мы в отдел сейчас не поедем, мы поедем в ФСБ сейчас. У нас с какой целью нам нужно в отдел ехать? Нам нужно находиться, вести видеосъемку здесь. Мы не согласны ехать в отдел. У нас работа. Я представляю интересы человека. То есть мы задержаны сейчас, что ли? Мы не задержаны. Нам предложено проехать в отдел, но... А? Что? Там находится адвокат. Где находится? В судебном заседании. Ну, а Бондарев, не доверяя адвокату, заявил меня представителем наряду с адвокатом. Когда он его заявил? Всегда заявлял в письменной форме ходатайство в деле. Вы знали, о чем судебное заседание? Да, знал. Поскольку вы приехали сюда? Своевременно. Во сколько? Во сколько? Где-то до 12, понимаю. Вы обманываете? Во сколько? Ну, может, там пол первого. Я не могу точно время сказать, но мы тут часа полтора точно. Мы не можем знать, потому что в нарушении закона информация о заседании не была размещена должным образом на сайте. Вот вы сейчас видите, вы сейчас на видео у вас написали, что вы сказали, что вы знали, насколько судебное заседание будет. Ну, я знал, что оно здесь. Мне на ИВС сказали, что его увезли. Вам адвокат почему не сообщил? Вот это меня тоже очень интересует. Ну, не может быть претензий к адвокату, если он работает на стороне следствия с точки зрения Максима Бондарева. Максим Бондарев утверждает, что он принимает в сторону следствия и нарушает его права. Сейчас мы убьем все нахищенцы, все напишут им. Ну, вот, представляете... Но вы сейчас нас лишаете права исполнять свою работу. А нас везут в полицию уже, да? Мы должны вести видеосъемку правонарушения. А скажите, пожалуйста, мой статус сейчас, я задержан или что? Мы как бы не желаем ехать в отдел. Подождите, а какой административный протокол-то? У меня паспорт особо, у нас паспорта есть. Вы почему не подошли, не поинтересовались? А вы понимаете, что вы препятствуете сейчас в работе журналистов в данном случае освещать правонарушения суда? Вы являетесь журналистом? Мы, конечно, поедем. Вы являетесь журналистом? У меня с собой журналист, представитель журналиста Росдержавы, стрингер-оператор. Я просил. Что? С документами. Мы не обязаны их предоставлять в данном случае. Мы не аккредитовываемся где-либо. Вот он, это вот. А? Это его право. Вы же, надеюсь, не будете опровергать наше право на видеофиксацию правонарушений? Вот так вот, ребята. Ну, это тоже нарушение. Они препятствуют. Они сейчас будут вывозить. Отлично. Меня везут в отдел. Это очень глубокое нарушение. Я прибыл сегодня, получается, 11-12-21 года. Прибыли мы на судебное заседание, которое проходило. Нас не пустили. Четко, что нарушается право продолжить видеофиксацию правонарушений. И не подошли, не поинтересовались ли, есть ли у нас паспорт с собой. Нас везут в отдел, чтобы удостовериться в нашей личности и составление какого-то административного протокола. По какой среде, по какой части, вообще ничего не говорят. Просто взяли, заблокировали дверь, вот, данным сотрудникам полиции. Вот. И мы едем. Есть одна проблема. Тебе препятствуют видеофиксировать нарушения суда. Вот в чем проблема. Да. Да. Другой-то тут проблемы нет. Тебя увозят от того, чтобы зафиксировать нарушения. Все остальное в рамках. Как попытка препятствовать борьбе населения с организованной преступностью. Вот поверьте, я отправлю в течение нескольких минут это все. Отправьте. Отправлю. Отправляйте прямо сейчас. Вы понимаете, что сделал сейчас судья, какое преступление он совершил? Какое? Нарушение гласности правосудия. Он не допустил слушателей. Во время заседания, когда вы прибыли, заседание уже началось. Это рад. Давайте мы это оставим на совести судье. Начнем с того, что он не внес... Что значит давайте? Он не внес в реестр сайта суда информацию о назначенном заседании. Вот это была первая его серьезнейшая ошибка, за которую он будет отвечать в уголовном порядке. А уголовном порядке какого закона, какого законодательства? Постановление Пленума Верховного Суда у нас, 35-е, очень четко регламентирует гласность судебных заседаний. Под ним есть порядок... Закона Российской Федерации? Закона Российской Федерации абсолютно. Он совершил недопустимые действия. Он намеренно не внес информацию о судебном заседании, о времени и месте судебного заседания, ни в реестр Пермского краевого суда. И, соответственно, не внес его в реестр сайта Пермского краевого суда. Таким образом, он скрыл факт назначенного судебного заседания, первый шаг. Почему не одели? А? Почему не одели? А она есть? А то вашу проблему... Ак обеспечьте, пожалуйста, по 417-му постановлению. Нет. А мы... Подождите, а мы в суд прошли вы внутрь? Мы же на улице стояли. Подождите, дальше, дальше. Я подружаю. Сейчас вы будете доставлены в отдел, будете работать с оперативными сотрудниками. Вы обязаны не снимать пиклицу. Понятно? В смысле? Вы хотите нам запретить видеофиксацию правонарушения? Я не хочу вам запретить. Вы можете снимать вот так, чтобы лица не было видно. Вы мои суды не смотрели? Чтобы лица не было видно. А почему? А статья 8... Статья 8... Сотрудники являются оперативными работниками. Ребят, это не просто право, это наша обязанность фиксировать лица. Публичность и гласность, статья 8. Публичность и гласность. Вы в масках зафиксировали. Статья 5. Сейчас я еще раз... Я еще попрошу не одевать маски при нас. Будете фиксировать? Будете фиксировать. Будем. Вы не обязаны... Будем фиксировать. Дай бог, данная запись будет выставлена. А это наше дело. Это не ваше. Мы являемся сотрудниками уголовного розыска. Скажите, пожалуйста, вот вы про масочку говорите, а маска у вас только на рту. Она сползает. Я одеваю. Я поползаю. Давайте не будем провоцировать конфликты, а будем соблюдать закон. Все лица, лиц, сейчас вы совершаете право нарушения. И наше абсолютное право его фиксировать. Мало того, я подозреваю, что вы совершаете это право нарушения в интересах определенной группы. А на основании чего я доставлен-то вообще? Скажите, пожалуйста. Я вам могу паспорт предъявить? А там-то почему вы не были спасительны? Почему вы тратите мое время и привезли меня сюда? Я предвозвращаю право нарушения. Какое? Вы мешали на работе, пожалуйста. Как я мешал, скажите, пожалуйста. Как я мешал? А? Вот лично я, вот-вот я с вами разговариваю лично. Как я мешал? Да, я не мешал. Будет предоставлена видеозапись. Будет кто в туалет хотем. Андрей, а вы скидки или нет? Идемте в туалет. Кто в туалет? Я. Вы скидки, да? Пойдемте. Кто пойдемте? Четыре месяца. Я не знаю. То есть вы понимаете, что происходит сейчас? А скажите, пожалуйста, масочку-то не выдадут нам? Масочку-то выдадите, пожалуйста. Я вам не обязан там нефечит. А как там у вас? Нет, вы же на улице стояли. На улице. Смотрите, хорошо. Смотрите, я зашел в здание. Вот у меня есть такая масочка. Мы бы там получили маски. Конечно. Вот такую маску можно? Ну, артем. Ну, так у меня только такая маска, извините. Ой, телевизор, молдой папа.